Микс Ньюс. В студии председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко и я, Наталья Михайлова. Доброе утро. Доброе утро. Подключайтесь к нам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Будем сегодня говорить о важном земельном вопросе, который, в общем, застопорился и ничего хорошего пока для собственников не несет. Вот телефоны 672-12-939 и 672-13-939 на протяжении всего этого часа, пожалуйста, проявляйте активность, звоните. Ну и еще есть WhatsApp, тоже 230-6191. Пишите там в чате, нам тоже удобно читать ваши сообщения, таким образом можно быстрее как-то коммуницировать. Итак, что у нас с землей? Что случилось? Ну, сейчас очень актуален вопрос для многих десятков тысяч жителей Латвии. Это что будет с теми изменениями в законах о земельной реформе и так далее с максимальной ставкой арендной платы, которая определяется по закону. Я напомню историю вопросов. В предыдущие годы СССР принял решение о том, что ставка, максимальная ставка в том случае, если стороны не договорились о размере арендной платы, плавно снижается. В прошлом году она была 5%, в этом году 4% и в следующем году должно было стать 3%. То есть 3% имеет право выставить собственник земли, арендатору земли, да? Да, и если нету договора, нету вещения. Причем никаких дополнительных платежей к этому, там, типа компенсация каких-то налогов или типа ПВН, это уже быть не может. То есть это касается тех людей, которых собственность стоит на земле хозяин? Да, где есть так называемая разделенная собственность. Таких людей очень, количество таких семей очень большое, если мы считаем не по квартирам, а по семьям. И все вроде бы обрадовались, но была подана, соответственно, со стороны собственников земли, жалоба в Конституционный суд. И Конституционный суд, признавая право законодателя ограничивать арендную ставку, то есть Конституционный суд не сказал, что этого делать нельзя, высказал сомнение или высказал мнение или принял решение, не знаю, как правильно сказать, о том, что он не увидел достаточно, что сам принимал решение с учетом всего баланса интересов обоих сторон. То есть в какой-то, видимо, доказательной или констатирующей базе Конституционный суд не нашел достаточных аргументов. И постановил, что этот закон отменяется, но чтобы не создавался правовой провал, дал время до мая месяца этого года своему внести соответствующие документы, доказывающие, что баланс интересов был соблюден в Конституционный суд. Ну вот, как-то сейчас уже можно считать по нашему быстротекущему времени, конец февраля, о каких-то слухах о том, что что-то движется и что-то каким-то образом идет, нет. Просто-напросто опасность ситуации в том, что если САЭМ не выполнит это задание в срок, то мы вернемся опять-таки к 6%. А срок это до мая? До мая месяца. До мая месяца должна закончиться процедура доказательств. Ну, может быть, до мая месяца не успеют или как? Ну, если не успеют, значит, будем платить 6%. Ну, понимаете? Ну, я думаю, что это собственникам тоже следует забеспокоиться сейчас, наверное, каким-то образом, может быть, поторопить депутатов тоже. Я хочу сказать, что обращайтесь, пожалуйста. Многие же из вас поддерживали какие-то партии, многие же из вас поддерживали, связывали свои надежды с политическими движениями. Будьте добры, обратитесь к своим представителям. Ну, у нас, как правило, заканчивается тем, что люди получают счет очередную, увидят там эту сумму, значит, и начинают писать в соцсетях, что какой кошмар, давайте быстро все что-нибудь предпримем, и никто ничего не предпринимает. В итоге так. Ну, я бы о соцсетях сказал так, да, если увидят счет или людей задевает какое-то неудобство, как правило, начинается обсуждение, ай-яй-яй, как плохо, и почему же нам никто не сделал хорошо. Боюсь, что это обсуждение заканчивается именно на этом. В данном случае, я думаю, что есть конкретные комиссии, есть конкретные политические силы, которые должны в любом случае выполнить решение Конституционного суда, и просто, наверное, надо избирательным обратиться к этим политическим силам. Здесь ничего такого нет. Итак, еще раз, вот просто коротко, может быть, сформулирую мысль, что если сейчас немножко не подогнать, может быть, как-то депутатов не поторопить их, да, с принятием решения, которое должно быть принято где-то до мая, то получится так, что собственники квартир в тех домах, которые стоят на земле хозяина, то есть смешанная собственность или разделенная, как правильно, да, будет, они начнут платить по 6%, да, хозяин вряд ли будет вам добровольно там что-то снижать, то есть он будет выставлять вам максимальный счет. Что это в тех случаях, где нельзя договориться с хозяином, то точно будет выставляться максимальный счет, и он может различаться в два раза. Но для тех, кто платит, все это еще было принято еще в свете того, что до 2020 года заморожена кадастровая стоимость земли, то есть она какая-то, вот она стоит там уже больше 10 лет, одна и та же. А предполагается, опять-таки, законом о земельной реформе, что с 2020 года каждая стоимость кадастровой земли будет разморожена, и она начнет расти. То есть она будет меняться в зависимости от рынка, рынок, насколько я понимаю, в городе Риге. Да вообще нигде не дешевеет, по-моему, ничего. Ну, понимаете, здесь тоже, я бы сказал так, что здесь вообще несколько такая ситуация интересная. То есть берется, что такое кадастровая стоимость, это оценка рынка земли в городе Риге. Ну, какая земля продается, покупается? В основном продается, покупаются свободные участки или участки, ну, где находятся дома под снос. Это предмет рынка, там что-то можно делать. А в данном случае к предмету рынка приравнивается земля, где разделенная собственность, и где ничего делать нельзя, потому что дом стоит, и его снести ты не можешь, жильцом ты выселить не можешь. Но при этом земля имеет рыночную стоимость, и хозяин земли будет богатеть, ну, просто на пустом месте. Тут тоже вопрос такой. Видимо, в преддверии именно этого тоже фактора сам принимал такое решение о снижении ставки. Ну, вот сейчас я могу еще раз только подчеркнуть, что все это к 21-му году может обернуться очень больным для собственников квартиры. Это может те, которые стоят на такой случай разделенной собственности, это будет очень больно. И это не тысячи человек, это десятки тысяч семей, и добавка к плате может оказаться весьма существенной. Уважаемые радиослушатели, если у кого-то похожая ситуация, может быть, в доме, позвоните нам, расскажите, как вы решаете этот вопрос, если вы вообще о нем слышали, может быть, вы не слышали, хотите услышать какой-то совет или помощь вам требуется. Вот мы можем сейчас каким-то образом попытаться тоже какой-то, не знаю, маршрут накидать, что ли, действий. 6-7-2-12-9-3-9 и 6-7-2-13-9-3-9, телефоны прямого эфира, ватсап 2-3-0-6-1-9-1. Есть звонок, надевайте наушники, пожалуйста. Даже звонки, пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Вы знаете, я жил в 9-этажке, в Межсэмсе, да, и, значит, появился хозяин, который начал требовать там где-то по 15 евро за месяц. Но, вы знаете, общая стоимость, когда присылали на весь дом, да, каждый год, была космическая. Там квадратный метр получался, что-то стоит, я не знаю, там, 3000 этой земли и так далее. То есть, каждая квартира из 36 квартир платила, ну, в среднем где-то 15 евро. То есть, в месяц. А за год это получалось просто фантастика. Я, собственно говоря, ну, так получил в жизни, что я просто плюнул, продал квартиру, уехал за город. Спасибо, вот объясните мне ситуацию, из какой вообще, ну, земля просто золотая была. Дороже, чем в Нью-Йорке. Спасибо, до свидания. Да. Уже говорили тоже на эти темы. Насчет цены, у меня дома находятся рядышком в порции МСЕ, третьем. Но там кадастровая стоимость порядка 56-60 евро с квадратного метра в настоящее время, там, может быть, до 70 добегает. Я боюсь, что тут немножко там, когда люди осуществляют оперировать цифры, нужно видеть этот документ, что такое 3000. Ну, в любом случае, он говорит о высокой цене, да? Ну, я могу сказать, что все-таки цена очень высокая, потому что на самом деле, что такое 6% кадастровой стоимости земли? Это означает, что за 15 лет мы оплачиваем полностью стартовую стоимость, рыночную стоимость земли и идем по второму кругу. То есть, каждые 15 лет собственник восстанавливает полностью возобновление капитала и имеет 100% прирост капитала и опять пошел по их. Ничего особо не делая на этой земле? Вообще ничего не делая. Просто открыв счет и получает деньги. Ну, наверное, какие-то налоги все-таки он вынужден с этого платить, но с этим и все. Ну, я имею в виду, не вкладывая в благоустройство, ему не обязан там ничего, да? Ну, он не обязан ничего ни убирать, ни содержать. Единственное, о чем он вынужден заботиться, это о деревьях и кустах, потому что вот от этого ему не отвертеться. Если дерево или куст представляет опасность, либо засоряет, либо еще есть какие-то предпосылки для того, чтобы, что оно мешает, и его нужно, скажем, ну, или спилить, или обрезать ветки и так далее, то вот от этого он открутиться не может. Это единственная его святая обязанность. Да, но это, конечно, сильное отягощение. Это тяжело, да. Это очень тяжело, особенно в микрорайонах, где этого почти нет. Скажем так, еще бы я сказал, что... Ну, договорить, может быть. Ну, здесь еще то, что сказал радиослушатель, есть еще один существенный момент, это размер земельного участка, о нем поговорим попозже. Да, пожалуйста, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я слушал уже в прошлом году, вы поднимали этот вопрос. Вот у меня ситуация, у меня объект недвижимости, коммерческое здание стоит на земле Рижской думы. И, насколько я помню, в этом законопроекте также планировалась ответственность собственника за благоустройство этого участка земли, если он его сдает в аренду. Вот, может быть, что вы про это можете сказать, как вы это можете прокомментировать, и как, ну, что можно предположить касательно Рижской думы, ее политику. Я думаю, что Рижская дума тоже будет заряжать сразу же максимальную ставку за аренду. Объект там медицинского назначения, то есть социально значимый. Понятно, да, спасибо. Мне очень трудно комментировать этот вопрос, я могу сказать только одно, что, насколько я помню, то вопрос о том, что необходимо землю содержать, убирать и так далее, это было в одном из обоснований причин, почему введем такой законопроект о снижении ставки, потому что в существующей практике убирают арендаторы, и поэтому это нужно учитывать и снижать арендную ставку. Это первое. Второе, относительно аренды земли у государства и самоуправления, насколько я знаю, там существует предельная ставка полтора процента, там совершенно другие ставки. То есть там не будет шесть, это точно. И это первое. И второе, я думаю, что когда вы заключали договор аренды с самоуправлением, там вопрос об благоустройстве и об устройстве земли и уходе, он оговорен. Еще, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро. На самом деле, очень актуальная тема, и вам быстро расскажу, в чем проблема здесь состоит. Проблема состоит, на самом деле, только в одном – в кадастровой стоимости самого участка земли. Да, то есть в этих всех бедах виноват вал ЗМС Денес, который определяет вот эту стоимость каждый год, пересчитывая ее, да. И потому, вот, например, в Риге, в микрорайонах, да, они считают, что эта земля очень много стоит, и там сумасшедшая цена идет на квадратный метр, и потому весь участок, например, полностью получается в районе там 300 тысяч евро или 400 или полмиллиона, да. И потому этот собственник, который имеет эту землю, во-первых, ему надо заплатить полтора процента налог на недвижимость, да. И потом, значит, по закону он может взимать до 6% от общей стоимости кадастровой стоимости учебника. То есть ему еще надо заплатить полтора процента, да. То есть, в принципе, виновата государство, которое просто хочет получать большие деньги именно с налога на недвижимость, да. И потому, в принципе, даже если бы, например, вот эти полтора процента, все равно, короче говоря, если земля принадлежит собственникам, да, квартир, то все равно надо платить полтора процента. То есть, в принципе, они переплачивают в 4 раза дороже, чем могли бы платить на самом деле, да, из-за того, что земля принадлежит собственнику, да. Но также самый собственник платит все те же налоги и все то же самое. То есть, там особо выигрыша нет. И даже вот если сейчас покупать такой участок, да, он, в принципе, не ликвидный абсолютно. А кадастр как делает? Они берут весь рыночный сбор, которые были участки проданы, например, по Риге, и тупо их высчитывают среднюю стоимость, да. Но это совсем неправильно, потому что они-то берут участки, которые свободные и которые на рынке стоят денег, а не те участки, которые стоят под жилыми домами и отягощенные. И потому вот эта кадастровая стоимость, она просто сумасшедшая, это ненормально. Спасибо. Ну, я не буду спорить насчет кадастровой стоимости. Единственное, хочу сказать, что Государственная земельная служба, она не является самостоятельной организацией. Кадастровая стоимость определяется правилами кабинета министров, формирование кадастровой стоимости определенного правилами кабинета министров, а те вот и в жены еще на основании закона. Так что там не надо обвинять исполнителя в том, что у него ножи кострые. Ножи кострые, потому что ему такой инструмент дали и сказали резать. Это первое. Второе, я не очень сочувствую собственникам земли, есть разные случаи, сразу подчеркну. Но в моем случае, моего кооператива, это одна фирма бизнесменов, которая в 2008, 2009, 2007 году по очень высоким кадастровым ценам, в ситуации очень высоких кадастровых цен, скупала целенаправленно землю под многоквартирными домами. Такое разрешалось тогда, да? Нет, оно и сейчас разрешается. И эти люди скупили очень большое количество земли. Их вот в прессе называют земельные бароны. И они почему-то не плачут от того, что им надо платить 1,5%, они не плачут. Они навязывают завышенные участки земли, домам под 6%. Ну и, радиослушатели, только один вопрос. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас можете в депозит разместить свои деньги под 4,5%, даже под 3%. А это фактически земельный вопрос под самую разделенную собственность, он сегодня стоит так, что это была битва за 3% годовых под серьезных денег. Очень неплохой, без всякого напряга депозит, это очень хорошая вещь. Это первое. Второе, я коснулся бы более актуального вопроса, мы никуда не уйдем от кадастровой стоимости, от того, как она меняется. Здесь справедливо радиослушатель сказал о том, что все-таки под жилыми домами, наверное, где разделенная собственность, надо уходить от оценки кадастра, а переходить к тому, что было в свое время. Это образцовая стоимость, она в свое время была, то есть назначалась некая стоимость. И когда здание закончит свой срок службы, ну тогда, наверное, владельцы земли повернутся полностью к справедливости в то время, но не ранее. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, господин Светлорко, доброе утро. Доброе утро. У меня вопрос вот такой, вернее, у меня два вопроса, я попробую быстренько. Во-первых, вот вы правильно сказали, что кабинет министров цены назначает, ну то есть там распоряжение идет в определенный статус. Ну вот я уже несколько раз по этому вопросу звонила. Вот как может конец иммонта, да, иммонта 5, 1200 кусток земли, 1200, да, но она муниципальная была. Мы ее купили, когда цена 47 тысяч. У меня в центре Майере дом, 800 квадратных метров земли, кадастровая цена около 8 тысяч. Это что такое? У нас что, в Майере, в Юрмане цена земли дешевле? Это первое. А второй вопрос, скажите, пожалуйста, а нельзя ли наших собственников земли через шут, естественно, обязать заплатить за все коммуникации, за все, что было сделано в советское время, да, и заставить их вот это оплатить, чтобы мы могли потом им меньше, либо мы меньше им должны, да, либо пусть они все это выкупят. Почему мы не можем обратиться с этим даже в Евросоюз? Вот, Матур, спасибо. На первый вопрос я сразу не отвечу, я вообще не в курсе, как считается кадастровая стоимость, и поэтому комментировать ничего не могу. А по второму вопросу есть такая историческая справка. Первоначальный вариант закона о раституции, который был принят, он подразумевал, что если в случае совместной собственности, равнее разделенной собственности, там были разные варианты. Первый вариант – это компенсация земельным участком на момент приобретения той земли, исторический момент приобретения земли, сертификаты земельные, ну и либо право собственности. Но там была оговорочка, когда возвращалась в таких зонах земля, то потенциальному собственнику предлагалось выплатить разницу между кадастровой стоимостью, которая была в тот момент, когда он приобретал эту, ну или исторический собственный приобретал эту землю, между той, которая была тогда, на тот момент определена. И как-то этот закон, и как-то возврат этой земли в какой-то период не шел. Потом вносились изменения в закон, и чудесным образом эта поправочка оттуда исчезла. Так что нам и переврать некому. У нас было такое требование. Я считаю, что Наталья ставит вопрос справедливо, ребята исторически там покупался в порции земля, покупалась по 50-80 сантимов квадратный метр, сейчас она стоит 50-80 евро, это не собственник вложил деньги в улучшение инфраструктуры, это вложило государство и самоуправление, вряд ли это кому-то надо лично выплачивать, верните, пожалуйста, государство разницы и пользуйтесь уже с новой кадастровой стоимостью. Но сначала верните. Я бы охотно платил хозяину земли арендную плату по нынешним ставкам, если бы знал, что он выплачивает с этого государства, и все это идет на наше общее благо. Ну, получается так, что уважаемый товарищ не сел, не пахал, не жал, а сегодня получает. Здесь вопрос, который требует какого-то другого решения, он очень сложный, но он требует другого решения. Да, если есть у вас предложения какие-то по этому поводу, реплики или вопросы, звоните 672-12-939, 672-13-939, земельный вопрос у нас сегодня в программе обсуждается, как уже сказал наш гость, председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергея Сидорко, необходимо немножко потеребить, наверное, депутатов комиссии Сейма по госуправлению, самоуправлением, которые занимаются как раз этим вопросом, иначе, если мы до мая ничего не сдвинем этот вопрос с места, то все, у кого в доме разделенная собственность земля хозяйская, а квартира ваша, будете платить максимально. Ну или, по крайней мере, если в Сейме идет, например, работа, было бы неплохо услышать какой-то отзыв, откликать законодатель, чтобы вопрос не забыт. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, я хотел сказать, что можно же сделать по-другому, выплачивать кадастровую стоимость владельцам таких земельных участков, чтобы вся земля именно под жилыми домами пришла в собственность государства или муниципалитета Риги. Потому что, допустим, строятся какие-то большие мастрали, мосты, почему-то у людей земли измазки, выплачиваются компенсации, строится, допустим, новая дорога. Почему нельзя сделать так? Люди живут в живых домах, которые получили квартиры в советское время, а сейчас они, видите ли, на чужой земле, и человек просто с ничего зарабатывает деньги. Я считаю, это несправедливо, и надо просто не обидеть коммерсантов, выплатить им компенсацию, и земли перетащить в сторону города, и чтобы жильцы обычные от этого не страдали. Люди зарабатывают, кто-то зарабатывает много, а кто-то пенсионеры ничего, и из них изымают вот эти деньги, а для них это просто огромные деньги, учитывая, что у них пенсии маленькие, а лекарство, оно дорогое. Вот мое мнение, так что... Спасибо. Не могу комментировать это мнение, есть в нем и правда, есть и для меня непонятно вещи, которые трудно... Мне очень трудно комментировать, потому что я понимаю, что здесь несправедливость, накручиваться несправедливость. Один раз отобрали, вернули, это еще раз отберем, и это все. Вопрос накручиваться, нужно найти какое-то другое решение, которое было бы в историческом, ну, в какой-то длительном времени было бы, ну, приемлемым для всех. Компромиссное такое. Да, значит, я хотел бы вернуться к вопросу о размере земельного участка. Обращаю внимание, и многие радиослушатели, наверное, знают о том, что к их дому привязаны земельные участки, то есть так называемые функционально необходимые земельные участки, размер этого участка, был определен в 90-е годы достаточно произвольный. Вообще, вот я смотрел по порциям, с такой впечатлением, что планировщики просто взяли линейку, вот насколько хватало линейку, проводили прямую линию, такими полосами нарезали эти участки. Нужны они, главное, была задача такая, чтобы свободных участков не осталось. То есть выделялось то, что там красная линия необходима государству или резервируется самоуправление, а все остальное делилось линейкой. Я могу привести конкретный пример одного своего дома. Он нам был определен вот таким образом, линеечным способом, где-то порядка около 5000 квадратных метров или 6000 даже квадратных метров, и замельный участок как функционально необходимый для дома. И на нем находилось три собственника. Один собственник, это были собственники квартир, и два частных владельца. Мы заказали градостроительные расчеты и планировку участка, какой действительно по градостроительным нормам нам необходим замельный участок. Он сократился до 3000 метров, вдвое. И мы через решение судов и так далее добились, чтобы нам, аренда собственных земли, не навязывал лишние полторы, там, 2000 квадратных метров. Сколько у вас заняло это времени по судам ходить? Если сказать так, то это года три с половиной, но мы дошли до сената Верховного суда, то есть наш случай рассматривался как прецедентный. Мы потратили очень солидные деньги на юристов. Это было очень недешево. Правда, все это нам вернулось. Ну и в итоге мы полностью доказали свою правоту в суде, в гражданском. И сегодня мы имеем... Это простое это дело сегодня. Но! Давайте после звонка. Звонок, да? Да. Пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, ну все понимают, что ситуация с землями явно несправедлива. Вот и решение не можем найти. Но ведь Латвия это не уникальная ситуация. Есть и другие страны, есть опыт. Почему бы этот опыт не изучить? Подключить сильно, выбрать наиболее подходящее решение для Латвии. Подключить сильных юристов и попробовать это решение притворить жизнь. Это первое. Второй вопрос более может быть такой кропотливый. Надо посмотреть еще. Земля это была приобретена в собственность. Не было ли земляных участков, которые были приобретены на кредитные деньги. Где эти кредиты брали, с каких банков. Кому принадлежали эти банки. Не были эти банки потом конфискованы. То есть тут еще и с этим нюансом можно было посмотреть. Но самое главное это первый смысл. Посмотреть решение в других странах и выбрать наиболее подходящее. Спасибо. Спасибо. Я могу сразу сказать. А что в других странах? Какая же ситуация? Я не слышал о том, что такая масштабная институция в таком виде была произведена в каких-то других странах. По крайней мере в Эстонии не возвращалась никакая земля. Просто на ближайших соседях. А в Литве в исключительных случаях, в том случае, если собственник земли находился в момент реституции, находился на этой земле, обрабатывал и использовал эту землю. То есть там очень сложно. В пределах городов, по-моему, я не слышал, чтобы и в Литве возвращались земли. Только под частыми строителями. Поэтому боюсь, что это уникальный опыт. Латвия имеет уникальную историю. В данном случае она тоже отличилась уникально. Скажем так. Это первое. Второе. Относительно того, были ли куплены в кредит. Да, конечно, все это было куплено в свое время в кредит. Потому что земельная реформа, и вот та земля, которая в городах отдавалась, она в основной своей массе, за исключением церковных общин, которым принадлежала земля. Вся земля, она была в результате ульманской земельной реформы. Там был специальный банк и так далее. Все это было в кредит. Но на сегодняшний день уже вопрос, насколько я понимаю, поднимать вопрос о том, исторически принадлежала эта земля или нет, тем, кто не выплатил кредит, это уже не обсуждается. Если у человека был акт земельной книги о том, что ему принадлежала эта земля, то его наследники имеют право на нее. Так я понимаю ситуацию. Если мы возвращаемся к размеру земельного участка, я к чему завел этот разговор? О суд? Ну, в основном суд здесь как вспомогательный инструмент. Нам удалось решить свой спор с хозяином земли в гражданско-правовом поле и доказать ему, что функционально необходимый участок земли, который был определен приватизационной комиссией в то время, в 90-е годы, он не обоснован. И мы нас освободили от аренды значительного участка земли. И это решение гражданского суда, пускай это будет Верховный суд, Сенат Верховного Суда, полный состав, но тем не менее такое решение есть и оно сегодня в силе. Но одновременно в законе о земельной реформе и так далее, сейчас и в том числе Еврическая Дума, начала пересморка по жалобам. Начался, во-первых, размер функционально необходимого участка, тебе переходит из гражданского законодательства в административное и определяется решением приватизационной комиссии. То есть оно наделено полномочиями перепланировать эту землю. Мы написали заявку в приватизационную комиссию в свое время, что на основании наших расчетов просим пересмотреть участок. Причем в нашей заявке было и в расчетах доказано, что, исходя из латвийских нормативов, оставшиеся обрезки земли, владелец земли может использовать как отдельные объекты коммерческого назначения. То есть оно его может вполне самостоятельно эксплуатировать. Меня настораживает вот что. Через два года к нам приходит ответ из приватизационной комиссии, присылаем вам решение о функционально необходимом участке земли и просим высказать свое мнение. Несмотря на то, что мы поставили все расчеты, все обоснования, все судебные решения, мы получаем, как и Лаверды, опять ответ от приватизационной комиссии. Рассмотрите то, что мы вам спланировали в 90-м году. То есть громадный участок, который мы никогда исторически не арендовали и который нам не нужен. И вот я хотел бы призвать еще обратить внимание тех собственников, которые сейчас выиграли подобные судебные процессы, на тот факт, что сейчас изменилось законодательство, теперь правом определять размер функционально необходимого участка, это вот будет опять местное самоуправление, они должны пересмотреть и перепланировать по своему усмотрению, по согласованию с жителями. Если вы упустите момент согласования, то вы можете вернуться, несмотря на все решения гражданских судов, на исходные позиции. И опять начинать спорить через административный суд, это новое судопроизводство, это новые процессы. Да, весело. Поэтому надо очень быть внимательным к тому, что вам сейчас сообщают насчет земельных участков. Пожалуйста, еще один звонок, наверное, будем заканчивать. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Скажите, как обстоят дела с тротуарами, которые находятся в центре города? Вот наш дом находится в центре города и выходит на три улицы, да? И вот меня интересует такой вопрос. Мы, дом наш на самоуправлении, и все три улицы убирает наш дворник, которого оплачиваем мы. Вот как обстоит вот с этим вопросом? Не должна ли Рижская дума каким-то образом компенсировать нам эти затраты? Потому что три улицы – это Бривебас, Стабу и Сколос. Фу, Базнесус убирает наш дворник. Это огромная территория, на которой находятся и магазины, и кафе, и там другие учреждения. Понятно, да. Вот как обстоит такой вопрос? Есть правила, обязательные правила Рижской думы по содержанию зданий, сооружений и территорий, где сказано, что собственник здания обязан, и описаны все его обязанности по уборке прилегающей территории. В этих же правилах, вот в вашем случае дома поясан с трех сторон, ну, значит, даже независимо от того, входит ли тротуар в вашу землю или нет, вы обязаны его убирать. Потому что есть такое положение в этих правилах, которое говорит, что собственник здания, точнее, собственник земли должен убирать все, что находится за его территорией и до дороги общественного назначения. Эти участки земли называются, ну, как, сейчас я скажу, как участки публичного пользования, поэтому Рижская дума рассматривает, что вы должны. В свое время был очень, и постоянно идет спор, значит, на эту тему, такой, якобы, несправедливости, значит. Дело в том, что если у вас, допустим, вот в Пурцамсе у нас дом стоит в 30 метрах от дороги, его замененный участок кончается в 5 метрах от самого здания. Оставшиеся 25 метров до дороги мы обязаны убирать по правилам Рижской думы. Солидный участок, и, в общем-то, хорошие затраты, которые ложатся, ведь вся проблема в том, что все эти затраты ложатся на плечи собственника здания, то есть на собственника в квартире. Ну, казалось бы, несправедливая ситуация. В свое время ее задавали господину Америксу, я помню, здесь на Болткоме, он сказал, что ну, что нормально, ну, города денег нету, а это нормально, ведь все же ходят, вот пускай собственники убирают. Ну, ответ был более для меня, чем невразумительный, но я его достаточно точно воспроизвожу. В свое время было подано жалоба в Конституционный суд, долгие рассмотрения, несколько раз. Сейчас есть такое решение. Если публичный, прилегающий участок публичного использования более чем 50%, чем основной земельный участок, которому он прилегает, то в этом случае самоуправление должно участвовать в затратах. Причем в каком объеме, в каких размерах, никто не сказал. Может быть, кто-то воспользовался этим правом, но на самом деле сегодня по уборке прилегающих территорий есть два для меня очень больших вопроса. Первый, вот как задала радиослушательница, довольно часто бывают эти объемы непомерные на один дом и совершенно маленькие на другой. То есть распределение очень такое неравномерное. И второе, то что на самом деле на сегодняшний день при всем уважении к людям, которые обеспечивают чистоту на улице, к дворникам, это непосильный труд. И сегодня теми методами, которые мы убираем улицы, если мы хотим вообще добиться какого-то результата, то нужно думать совершенно о других принципах распределения работ по уборке, других технологиях и объединении участков, чтобы туда было выгодно сразу на большие площади запускать технику, чтобы это было своевременно, быстро и качественно. Ведь когда, на самом деле, я еще раз повторю свою мысль о том, что у нас дворники сидят, но в основе своей, исходя из минимальной зарплаты. Не секрет, что минимальная зарплата будет расти достаточно высоко. высокими темпами. Не сейчас, так чуть-чуть позже. На самом деле, эти затраты без повышения производительности труда будут все время повышаться. То есть тут не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что удорожание будет происходить с существенными темпами. Поэтому здесь нужно искать другие подходы. И, наверное, нужно вот здесь смотреть на опыт других государств. И в большинстве случаев, насколько я знаю, уборка наружных территориях – это, в принципе, организация этой уборки, как и вывод за мусор, за самоуправление. То есть оно уже организует такие большие участки, оно регулирует, оно не убирает, но оно регулирует этот бизнес с тем, чтобы он был и эффективным, и чтобы можно было развиваться. Ну что, на этом все сегодня. Спасибо большое всем радиослушателям и председателю управления консультационного центра собственников квартир Сергея Сидорко. Спасибо. До следующего раза. Спасибо.